Из книги «Открытый моком» 17-й том, тема Лапкин книги, вопрос 3183. Говорят, что про вас опять статья в Центральной прессе появилась. Кто заказывает, кто пишет и почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Статью могу прочитать. Мне прислали один экземпляр. Заказывал ли кто, не знаю, но еще весной слышал, что для какой-то Центральной газеты просили журналиста написать статью. Тепляков Сергей Александрович среди журналистов не последнее лицо, и он бывал в Потеряевке еще до начала ее восстановления. Мы нередко с ним встречались. В него есть мои книги. Недавно он снова был в Потеряевке. Если пишут в правительственной печати, значит кому-то, а вернее читателям, должно быть интересно. Российская газета. 23 июня 2006 года. 20-29 июня 2006 года. Страница 21. Две бороды для страшного суда. Почему Игнатий Лапкин задумался о душе? Сергей Тепляков. Барнаул. Судьба. В сокращении статья, занимающая с фотографией целую страницу. Про Игнатия Лапкина запросто можно написать книгу. Он сидел за веру, но потом заставил государство заплатить за незаконный арест и срок. Он вернулся в свою деревню, заброшенную еще в 1972 году, и восстановил ее. Когда Лапкину было... А когда Лапкину было уже за 60, освоил компьютер, и сейчас одну за другой пишет книги о религии. 23 тома за последние 5 лет. Игнатий Лапкин принципиально не смотрит телевизор, зато у него есть сайт в интернете. Называется просто «Кристине.ру». За два года существования сайта 30 тысяч посещений. О душе задумывался не один Игнатий, но, наверное, только он один думал о ней постоянно. Лапкин не поднимался выше плотника, но не унывал. Он верил, а главное, не скрывал своей веры с того памятного дня 27 сентября 1962 года. Он не брил бороды и при всяком удобном случае заговаривал о Боге с каждым. Все верующие должны проповедовать. До поры его не трогали. Однако в 1980 году технически продвинутый Лапкин придумал эффективный способ вместе с Словом Божьим в массы. Он начитывал священное писание на магнитофонные ленты. В 12-метровой своей комнатенке оборудовал целую тонну студию. Купил 15 магнитофонов, маяк, самых современных тогда, комнатка крохотная. Магнитофоны у меня над кроватью в два этажа стояли, а убрать мог за пять минут, и никто не найдет. В Лапкине рядом со смиренным верующим всегда уживался пламенный революционер и вместе со Словом Божьим Игнатий начитывал на пленке архипелаг ГУЛАГ. Чтобы никого из единомышленников не выдать на неминуемых допросах, Игнатий разработал особую систему получения драгоценных по тем временам книг. Я сказал друзьям, какая мне нужна литература. И когда ко мне приходили люди, кто-то приносил книгу и клал на полочку над вешалкой. Я не знал, когда и кто это сделал. Иногда после гостей суну руку на полку, лежит. Я начитаю, туда же положу, унесут. А потом на допросах в КГБ сколько не спрашивали, кто принес, не знаю я. Была у Лапкина и другая форма антисоветской деятельности. Возле церкви он давал бабушкам по рублю и говорил, молитесь о возвращении раба Божия Александра. И бабушки молили Бога о возвращении в Россию Солженицына. Процесс заплёнки тянулся 11 лет. Не стало уж той страны, именем которой Лапкин был осуждён, и той партии, от которой он ждал раскаяния. В 1987 году по решению Президиума Верховного Суда РСФЦ РФ Лапкину возмещение ущерба были переданы в собственность два деревянных домика с усадьбой. Цена и далека отысковой, но и все доволен. В этих домах сейчас размещается возглавляемая им с конца 80-го года Христово-Сдвиженская община. Около сотни набралось сегодня тех, кому в пору Лапкинская мерка. Изрядно свистяющий обычного нынешнего человека. Шёл сейчас по городу. Нормально одетого человека ни одного не встретил, жалуется Игнатий. Если мужчина должен быть с бородой, женщина не накрашена, без украшений. Сам Лапкин ходит в подпоясанной рубахе на выпуск и кирзовых сапогах. А с бородой история вышла такая. Когда в 1986 году в лагере Жанатас его насильно обрили, Лапкин бороду сложил в платочек, и теперь их у него на случай страшного суда две. Впрочем, внешний облик далеко не главное. За строгость устава общину Лапкина часто называют сектой. Перед тем, как принять крещение, человек изучает Библию 450 академических числов. Чтобы стать полноправным членом, нужны два поручителя, а также 3-5 лет кандидатского стажа. Словом, попасть сюда не намного проще, чем отряд космонавтов. Но уже сейчас половина общинников в Потеряевке молодые люди до 30 лет. Из 52 жителей, больше 30 в деревне, дети. Их держат в ежевых рукавицах. Когда одного подростка заметили с папиросой, было устроено целое расследование, как табак попал в деревню. В Потеряевке имеется школа 8-летка. Каждое утро Игнатий Лапкин встает. 4.30. Молитва, работа, работа, молитва. Ему 67 лет. И надо еще очень многое успеть, чтобы не предстать пред Богом с пустыми руками. Солом 26.10. Ибо Отец мой и Мать моя оставили меня, но Господь примет меня. И в Евреям 6.1. Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Великое в малом увидеть суметь. А этих уроков умом не охватишь. Забрасывай глазом и ухом тусей. И к берегу к смертному часу подтянешь. Травинки, кусты и гиганты деревья, букашки и птицы и всюду зверинец. Слепой и спроси у Спасителя брения. Великое в малом уже не отринишь. Во всякой пылинке Творца рассмотри. Премудрый замысел у Еговы. Тайною Божией и мыслью протри глаза у себя у любого слепого. Невидимый Бог вездесущ, необъятен. Но в малом творении Он зимно велик. Как много еще неизведанных пятен. И в каждом открытии Господа лик. События стройно идут чередой. То войны, то мир, то на слом перестройка. Где тот кочегар с мировой кочергой? Смотритель, кто тайное наше откроет. И в наших болезнях, слезах и восторгах увидите более Божьей заботу. Как через топи несет на закорках промысел Божий в святую субботу. Малым придется признать все дела безгрешны. Лучшие и по Писанию пред Богом. Они не белее, чем смола. Не овцами выглядим. Может, обсами. Но в самом ничтожном божественный смысл. Великая в малом, сокрыта веками. Упавшая снова поднимется ввысь. И тайное в малом понятнее станет. Раскроется замысел подлых масонов. Зачем Бог позволил прийти коммунистам? Серьезного мало, а больше условно. И против не будет и малого Писка. 20 августа 2006 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий лапкин.